добро пожаловать на канал hard reset info это устройство huawei p40 pro сейчас я покажу вам единственный на сегодняшний день рабочий способ использования google сервисов google приложений google аккаунта и всякого прочего к сожалению google заблокировал обычный способ да мы много очень парились устанавливали пытались зайти через какой-то костырь какую-то программку установить чем-то там работала программка г перестала раба короче это все уже не работает и скорее всего ничего нового не найдется но во всяком случае ждать мы будем но пока что показываю единственный на сегодняшний день рабочий способ использования google приложений если честно он мне нравится вам уже в этом уже сами для себя решить короче для начала нужно зайти в приложение браузер зайти на сайт vm os.com вы мы с точка ком если позволите просто короче вписывайте в поиск в мос первый сайт с яндекса в мос все время с точка ком качаем виме с про нажимаем загрузить загрузить все она скачивается это приложение бесплатно потом после 2 канала скачалось заходите в настройки и открываете его два раза скачаны вот у с виме с про это сейчас он качается ведь у меня просто он весит много остановлю его пока вот устанавливаете это приложение в мос значит нажимаете разрешить установить идет установка после того как приложение vm os.pro установится открываем его после этого мы с вами листаем трижды или четырежды вправо и нажимаем enter vm os.pro нажимаем one click authorization нажимаем set up now отображение поверх других приложений назад разрешить 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 всегда разрешить вот собственно мы практически на месте теперь выбираем какой android мы хотим установить к сожалению выбора особо нет есть только android 7.1 и 5.1 естественно мы установим 7.1 если что это не поменяет версию android вашего телефона это просто виртуальная машина которую вы устанавливаете на свою виртуальную то есть android это сам по себе он работает через виртуальную машину поэтому мы так много поэтому так много дыр и костылей в этой системе мы так еще и плюс поверх на виртуальную машину устанавливаем еще одну виртуальную машину из-за чего это виртуальная машина будет работать чуть медленнее чем та виртуальная машина короче сложно но это работает затем мы переходим вот в этот значок в m settings нажимаем сюда google сервисы берем включаем нажимаем confirm он установил google сервисы что делаем за потом потом мы выходим из этой машины нажимаем быть сюда вот короче вот тут вот видим это значок нажимаем на него шаттдаун все отключили виртуальную машину теперь заходим в нее опять нажимаем пуск и у нас пошел запуск виртуальной машины заметьте один процент за все это время высадила а это при производительный режим поэтому батарею это сильно не высаживать чтобы вы там не говорили вот мы вошли в эту систему теперь смотрите у нас здесь есть play market открываем его он должен сейчас вылететь потому что у нас не установлена он же будет обновляться короче пару раз возможно за этот процесс он вылетит но не пугайтесь он не будет постоянно вылетать потому что это обычный android в android только сертифицирован сразу говорю сервис google play работать не будут google play play работать будут ap и не будут вот он вылетел отлично все если раз вылетел второй раз уже вылетать не будет он пион обновил сервисы как раз таки harddress z info вы можете на эту почту писать не факт что конечно мы вам ответим потому что там слишком много сообщений лучше всего если у вас появились какие-то вопросы задавайте их в комментариях мы в комментариях отвечаем постоянно ввел пароль все добро пожаловать говорит нажимаем принимаю еще принять все мы вошли в play market вы скажете это же костыль да это костыль но он рабочий работает хорошо давайте установим не знаю что youtube установим устанавливаем you неважно youtube устанавливаем нажимаем установить у нас пошла загрузка загружает очень быстро быстрее чем многие флагманы до samsung и открывается youtube youtube спокойно себе работает видео открывается и запускается очень быстро все работает в принципе никаких нареканий нет ну как-то вот так вот да естественно он не будет при большом если нет отключаем отключаем к при большому сожалению конечно же конечно же у вас не будет супер какого-то там оптимизации под ваш дисплей лучше смотреть конечно же так мы видим что у нас здесь с одной стороны линии чуть больше это выглядит калична но это не для youtube а если вы хотите смотреть youtube посмотрите наше видео в подсказке о том какой как установить youtube потому что можно установить youtube премиум между прочим бесплатно легально на это телефон google об этом даже знать не будет ну как легально ну вы понимаете что еще хотел вам сказать можно установить так любые приложения как кроме google play можно google play books на эти play books google музыку youtube музыку можно установить в принципе все абсолютно можно установить она будет работать так же как на обычном android просто конечно же тяжело так пользоваться google сервисами но это возможно вот абсолютно нормально вот библиотель к сожалению почти ничего нет ну не пущу ничего нет а вообще ничего нет можем скачать книгу и пользоваться и кстати работает все так же быстро как нам чистом android единственная проблема наверное это то что здесь нет этого как называется 90 герц развертки экрана вот это вот минус а все остальное работает замечательно для того чтобы выйти из системы под системы скажем так дополнительно можете нажать минимайз и вы просто вернетесь опять свой прекрасный красивый хуавей и пользоваться здесь телефоном дальше как вы и пользовались им раньше как только вам понадобились срочно google сервисы взяли бац зашли сюда что еще важно вы можете включить здесь в настройках функцию account keep alive background keep alive если вдруг у вас какая-то проблема с фортальной машины происходит скорее всего ее обрезает режим энергосбережения поэтому просто включаем эту функцию и его обрезать никто не будет у меня все работает хорошо поэтому я ничего и включать собственно не буду зачем собственно спрашивается вот что еще нужно знать если вы хотите вообще фундаментально выйти отсюда тогда нажимаете shutdown и виртуальная машина падает то есть ее больше нет ну как нет она выключена она не садит вам батареи как видите батарейка немножко подсела но учтите у меня режим производительности включен вот но вы можете в любой момент взять и запустить виртуалку за ну как то вот так вот это работает запускать достаточно быстро не сказать что она тормозит ну вот только хотел сказать что не тормозит она первый раз за целый день затормозил перезапустим к мы систему вот она действительно без тормозов работает вот видите все нормально она действительно работает без тормозов и работает достаточно быстро видео не ускорено ни капельки давайте пробуем установить вот как видите у меня рука обычно обычным своим образом работает двигается вот я поправляю подставку snake.io уже остановил установился и уже открылся и спокойно можно играть не вообще без проблем конечно же если вы устанавливаете эту штуку скорее всего вы это не для того чтобы играть устанавливать потому что snake.io вы можете и без google play market установить но просто суть в том что это можно сделать ну как бы на этом мы видео пожалуй закончим ставьте лайки подписывайтесь на канал а также обязательно пишите комментарии я очень сильно надеюсь что это видео помогло вам если это так тогда напишите что-то хорошее в комментариях пожалуйста до скорых встреч вам пока